всем привет дорогие друзья извращенцы бфм ешники сегодня мы будем смотреть сражение 3 на 3 и при этом я буду ласкать ваши уши в стиле асмр сражаться между собой будут а это серго за гондор также драрович за синие горы и пендель за лотлори а против них на богомерзкой карте броды изина на шестерых человек будут играть соломон за ангмар также гейм ранг за рохан и за гондор с док хороший ник по всей видимости нам следует слегка промотать матч потому что эта карта омерзительная и на ней не скоро что-то случится пока что все игроки крипят мы видим как рохан приехал помогать ангмару и он может сейчас задавить этих лучников мог бы задавить их всех но вы не захотел ему очень сильно повезло сработал баг на кавалерию из-за которого конница смогла покоцать копейщиков и не получила при этом урона и теперь ангмарцы объединились и удохают копейщиков в это время гном построил один отряд еще один отряд копейщиков у него в шахте еще один отряд был построен он пока ничего не делает а его тиммейт благополучно захватил аван пост и возможно заберет таверну очень много гондорских быдлонов движутся в сторону аван поста верхней команды но верхняя команда их обыграла она не стала его захватывать вообще молодцы в общем нет аван поста едет повозочка и гномы как бы прогоняют гондор потому что гондора в основном только копейщики копейщики обычно у мечников сосуд в это время рохан настроил очень много конницы он играет в одну конницу окей гондорцы здесь сидят ангмарцы отхватили себе аван пост и смысле аван пост в смысле аван пост и приехал рохан тут копейщики гном как бы захватила ван пост но как бы и нет бегает лорин у него всего полтора отряда копейщиков его можно продавить рохан этого не хочет или не заметил гондор продолжает тактически сидеть ангмар сносит его вышку рохан уже ближе лорин куда-то сдриснул а вот он ну запахло так сказать этими самыми писюнами и сейчас лорину будет очень плохо возможно вы подумали что гном очень плохо играет он не помог своему тиммейту но на самом деле он занят важными вещами он сидит на базе теперь же он решил пойти в атаку но лоринцы сплющились поэтому сражаться они больше не смогут поэтому самым правильным решением сейчас будет дальше сидеть на базе иначе роханцы и гондорцы сплющат еще и гнома но гном идет в атаку посмотрим как же ему удастся хотя копейщиков в принципе здесь много ну три отряда теоретически рохан должен побояться их давить но с другой стороны он может разменять часть кавалерии и продавить всю армию кроме копейщиков гному поэтому я бы на его месте давил в это время бормер застанил ангмарцев но они его сильно покоцали пока что непонятно кто выигрывает но вроде бы гондор в это время рохан продавил гнома у гондора очень много войск у лорина очень мало войск и вдвоем я думаю они с легкостью все здесь задушат у рохана тоже мало войск но он сделал то что надо и кстати надо бы давить легалаза но в смысле не давить и убивать но пока что они не хотят этого делать в это время ангмар подкопил немного лучников а также поставил свою мерзкую извращенскую метку на них марна март бормер немного исцелил свои раны а также тоже получил подкрепление рохан чего-то ждет лучше бы ждал под фонтаном на базе у него теодрит и эомир а также заказаны подкрепление у лорина и гнома немножко больше копейщиков появилась но армия гондора должна в одиночку справиться со всеми этими войсками потому что у гондора их больше заезжает повозка к сожалению гондор не контролит своими войсками лучники у него бегут в ближний бой повозку никто не фокусит но приезжает рохан и немножечко саппортит повозка отъехала она раздает бабчик что очень приятно вливается станчик но он по всей видимости не грейджи на их да поэтому никого не станет роханцы что-то тут пытаются сделать у них мало войск но в это время ангмар задушил гондор причем сдушил неплохо так хотя у гондор еще есть войска но все-таки бор мир тоже по щам получил правда он может станчик закинуть у ангмар есть мастер охоты его бы следовало кинуть на бор мира и он так и поступает а значит бор мир сплющится и вместе с ним сплющится единственная надежда гондора затащить в это время здешний гондор продолжает сдерживать двух игроков пока рохан строит еще больше конницы не очень хороший тиммейт но хотя бы помогает копейщиков здесь где-то половина и у лори на копейщиков очень много каким образом рохан должен помочь я не совсем понимаю но с другой стороны то что у противника в основном копейщики помогает гондору сражаться так как у него армия из мечников и лучников состоит ангмар проюзывает третий тир станет гнома а также эльфа в это время кто-то постелил землю и возможно это гондор верхний на гномы теряет очень много войск но герои лори она продолжают фармить и успешно причем умирает бор мир рохан снова уезжает рохан не очень сильно хочет потеть в этом матче он надеется что в одиночку гондор затащит а он просто конницы будет кататься но мне кажется что он не сможет этого сделать потому что войска гондора иссякли с другой же стороны кое-кто вышел из игры и теперь очень много ангмарских пацанов ждут нападение на гнома и гном видимо подкрепа сюда уже подводить не будет но рохан тоже не особо что-то делает поэтому у верхней команды все еще есть шансы тем временем легаласы десятого уровня дождь и стрелы это неплохая белка очень много можно убить это время немножко войска у гнома накопилось на базе балин пока что всего лишь первого уровня а здесь есть к ч очень много лучников нужно тащить катапульты есть два лент третьего уровня но армия не очень-то мощный выглядит в это время приезжает рохан но тут в основном одни копья поэтому он подыхает трендуилл заюзывает свой бафчик и продолжает добивать гондор но здесь интереснее потому что здесь к ч здесь балин погибает практически правда его не фокусит почему-то и он начинает хилиться потому что 2 лент призвал бофора бомбура и бифа бомбур готовит очень вкусный суп который лечит от спида и рака но от короны не лечит извините к ч 2 уровня и гномы по всей видимости отбили атаку ангмара при том что ангмара армия была побольше забавно знаменосец пытался катапульты убить но если если нет что ж ты делаешь катапульты для фай копейщики убили одну катапульту ангмар продолжает долбиться в глаза и они убивают вторую катапульту если я не ошибаюсь на эльфийском языке эту ситуацию можно назвать примерно так обозрался ну эльфийский язык очень похож на русский если что ремонт ремонт юзит балин и ангмар пытается убежать у него не очень-то хорошо это получается потому что когда у тебя штаны полны говна бежать неудобно но все-таки он выбегает у него три отряда лучников еще есть зафрагор отряд мечников и все в это время лориан добил гондор и строит здесь эндмод рохан продолжает играть в одну конницу и сосать эльфийскую конфету счастье это такая конфетка чупа чупс но со странным привкусом кожи гном настроил много войск повозочку и пришел к эльфу ангмар тоже настроил много войск но ждет катапульту мне немного жаль кондор приехала конница но юзается дыхание манова и лучники будут жить скорее всего также станчик галадриэль также здесь броня двойная причем поэтому убить просто так их не получится также гендальф мне кажется что нижняя команда проиграет но это так тупо ведь они снесли одного игрока и ангмар мог снести второго что это такое это 25 калорий а это был свет амана ангмар потерял все войска поэтому они могут дальше давить гондор если гондор проиграет то по сути они все проиграют потому что рохан нулевой он просто строит конницу ну он снова фиданул хотя немножко лучников он слил приходит гондор у гондора уже нет армии очень мало героев тоже только берегонда вижу погибает повозочка но еще гном тут мешает очень сильно все еще есть энд скородум снесет крепость кондор проиграл рохан продолжает строить одну конницу ангмар решил снести очаг ну все гном теперь не сможет больше сражаться просто за живое его задел кидаются обстрелы но увы здесь очень много брони и гномом насрать приезжают копейщики и убиваются в смысле приезжают всадники убиваются от копейщиков прилетает лавинка лучше бы кинул на гнома сюда там намного больше войск лихолесы покоцаны но живы они прокачались и кондор погибает здесь три катапульты но лориан тут как тут это же лориан да он прокачался еще больше и кондор проиграл а рохан снова решил сыграть неожиданно и фидануть своей конницей мне кажется пора построить еще больше конницы кто играется рохан мы никогда не узнаем увы сейчас рохан тоже погибнет но он достойно сражался тактики были неожиданные противники практически подохли поэтому нормально его будут помнить можно вышку поставить а можно и не ставить его крепость погибает ангмар решил помочь своим тиммейтам но немного опоздал но кстати у него тут вы просто посмотрите сколько всего и у него еще два аванпоста ангмар себя чувствует шикарно тысячу триста пять тысяч денег но мне кажется ему силы не хватит он уже даже апгрейды все сделал кажись да на броню тоже но тут подходит коварный гендальф и юзит свою коварную единицу и сейчас умрет ах а мог бы закинуть еще на фейерверк там был бы огромный урон мастер охоты на килиборна погибает качи ну и килиборн тоже попытка убить галадриэль что там такое ах крепость была разрушена грустно галадриэль пытается спастись ей это удается и в итоге ангмар потерпел поражение можем промотать всем спасибо за внимание надеюсь вы подрочили я то точно всем пока пока